Здравствуйте, рукодельница! Ну что, приступим к брошке роза? Я нарисовала свою будущую розу на тетрадке, обозначила, где какие кристаллы и бисер у меня будет, перенесла свой рисунок на картон. У меня два шаблончика получились, розочка с листиками и розочка без листиков. Взяла фетр жесткий 1,2 мм, серый, перерисовала рисунок розочку с листочками, взяла фетр 1 мм жесткий, перерисовала просто розу, без листочков, вырезала и пришила к серому фетру. Срезала уголочки, взяла конитель жесткую 1,25, слегка растянула и начинаю пришивать по линиям нашего рисунка. Кончик пришиваю 3-4 раза. Укладываю конитель, пришиваю. Когда я рисую свою будущую брошь в тетрадке и обозначаю, где у меня что будет, обычно в процессе работы у меня все меняется, но все равно очень люблю раскладывать свои кристаллы, бисер. Здесь я пришиваю по краю красного фетра. По самому краю. Срезаем кончик, пришиваем 3-4 раза. Мононить прячется в спиральке. Далее пришью конитель по листику, по линиям листика. Вот так вот ногтем помогаем повернуть конитель. Кончик 3-4 раза. На поворотиках я пришиваю чаще, отступая где-то миллиметр. Мононить прячется в спиральке, она не блестит сверху. Поворачиваем, пришиваем. То есть мы укладываем конитель и пришиваем. Иголочкой вот так вот помогу повернуть конитель. Еще раз иголочкой поможем. Выполнение проши делю на 3 этапа. Первый этап это конитель. Второй начинка, то есть кристаллы бисер. И третий этап обработка края броши. Уголочек пришиваю дважды. Вот он первый этап. Переходим к второму. Взяла кристалл капельку, вложила и пришиваю. У меня капелька большая, пришиваю каждую дырочку 3 раза. Теперь взяла шатон. Шатон пришиваю каждую дырочку дважды. Я немножко отступила от капли. И вот у меня еще один шатончик. Также пришиваю его. Взяла бусины красивые красные. И заполняю наш лепесточек бусинами. К листику пришиваю кристалл капелька серебристая. Взяла микс. И буду выбирать серебристый бисер. Размер 8 и 10. Вот что у нас получилось. Теперь беру красный бисер. Рубиновый красный бисер. Очень красивый. И пришиваю. Значит пришила бисеринку. Отступила расстояние бисеринки. Нанизала и вернулась к предыдущей. Отступаем. Расстояние бисерины. Нанизываем. Возвращаемся к предыдущей. То есть я буду заполнять этот лепесток рядками. Нанизали. Вернулись к предыдущей. И так у нас получается рядок. Теперь мы выходим вот здесь. И проходим все наши бисеринки. Слегка натягиваем мононить. Три оборота. И готово. Так мы сделали стяжку. Это наш первый рядок. Этот лепесток мы выкладываем рядками. Вот такими. Стяжка она укрепляет. То есть проходит дважды получается. Второй раз мононить. И выпрямляет. Если где-то у вас легла бисеринка. Скажем так неровненько. Слегка мы натягиваем. Три оборота. И готово. Это чешский бисер. Номер 10. Вот такой лепесток красивый. Теперь я беру красный бисер. На 2 тонна темнее. Где-то на 2 тонна темнее. На 1-2. И так же выкладываю рядком. Прошла все бисеринки. Закрепила. Здесь самое место, где нужно пришить именно побольше бусины. Либо кристаллы. Я взяла шатончики. Размер четверочку. Взяла цепочку. Приклею. 2 кристаллика. И пришью. Пришиваю дважды. Взяла бисер, который пришивала на втором лепестке. Рубиновый красный. И здесь его пришиваю. Каждую бисеринку пришиваем дважды. Если, конечно, не делаем стяжку. Если делаем стяжку, это и есть у нас дважды. То есть пришивает второй раз. Взяла Тоха. Тоха номер 15. Красный. И пришью. Заполню им пробелы. Самые маленькие пробелы. Куда они пришиваются номер 10. Я пришиваю номер 15. Берем темный бисер, темнее, которым пришили третий лепесток. И пришиваем его вот сюда. Пришиваем каждую бисеринку дважды. Вернемся к нашему первому лепесточку. У нас оставались пробелы. И я заполню пробелы красным рубиновым цветом. Чешским бисером. И темнее, который темнее на тон 2. Очень красивый красный цвет. Пробелы. Где они пришиваются номер 10. Мы пришиваем японский бисер Тоха. Номер 15. Все. Тут я выкладываю свои кристаллики на другой листик. И понимаю, что мне это не нравится. Я беру капельку. Кристаллик темно-серого цвета. Разделю листик пополам. Пришью по этой линии конетель жесткую 1.25. Которую мы использовали по контурам нашего рисунка. По линиям нашего рисунка. Приклею сначала свой кристаллик. Взяла бисер серый, темный, зеркальный, серый. И заполню эту половинку листочком. Взяла рубку серебристую, тоже зеркальную. Вторую половинку заполню им. Выкладываю эту рубку. Также редками, как и лепестки на розе. То есть пришила бисеринку, отступила ее расстояние, нанизала и вернулась к предыдущей. И обязательно делаю стяжку. Бисер рубка этот очень красивый. Я не знаю, чей это бисер. Ему очень много лет. Вот такая красота у нас получилась. Маленький пробел. Когда у меня уже не пришивалась рубка, я заполню японским бисером номер 15. Миюки. На этот листочек я пришила посерединке стеклярус черный. Также стеклярус пришью вот сюда. Прожилки у меня из черного стекляруса. Сам листик я заполню темно-серым бисером, который использовала, где у меня темная капелька на левом листочке. Им я заполню весь листочек. Переходим к цепочке. Одна у меня 3 мм, другая 2 мм. Пришиваем ее, ехать и цепочки насквозь. Лучше сначала аккуратно приклеить клеем, затем пришить. Перерисуем нашу розу на картон плотный. Отступим от края 2 мм. И вырежем по внутреннему контуру. Нанесем клей на картон. И приклеим. Перерисовала розу на кожу. Вырезала. Булавочка отметила. Нацекла вот таким образом и вставила булавочку. Приклеили. Взяла бисер чешский, черный прозрачный. Буду обрабатывать край броши им. Вывожу иголочку за канитель. Возвращаюсь обратно. Таким образом я фиксирую наш узелочек. Остается внутри. Нанизали бисерину. Иголочкой прохожу. И кожу, и фетр. Иголочка выходит за канителью, которая пришивалась по линиям контура нашего рисунка. Прохожу снизу вверх бисеринку. Нанизываю. Отступаю. Расстояние половинки бисеринки. Прохожу фетр кожи. И снизу вверх вывожу иголочку. Вот таким образом снизу вверх. Нанизала бисеринку. Отступила пункти. Расстояние половины бисеринки. Прохожу кожу. Фетр. Вот так мне удобно пальчиком придерживать. Вы пришиваете как удобнее вам. Вот такая красивая роза у нас получилась. Спасибо, что были со мной. Всем хорошего настроения и удачи. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!